Минцифра занимается разработкой закона проекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом. Большинство россиян поддерживает инициативу ведомства. Мы спросили тверичан, как они относятся к рекламным звонкам и к введению запрета на их осуществление. Об этом в нашем сюжете. Большинство респондентов выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее всего за продвижение подобного запрета выступают россияне старше 45 лет. По их мнению, такая реклама уже не работает. Я думаю, вряд ли кто-то положительно может к этому относиться. Наверное, терроризм телефонный. Они же прекрасно знают, что людей это раздражает, не знают, о чем это делается. Сразу отключаем, и нечего с ними беседовать. Поддерживают ограничительную меру как молодежь, школьники и студенты, так и люди пенсионного возраста. Для этих категорий граждан отсутствие таких звонков, как они полагают, скажется положительно на их жизни. Он сбивает, думать об этом не хочется, о своем думаешь, чем ты занимаешься, зачем отвлекаться. Мы вам предлагаем, я сам же знаю, что мне надо предлагать. Я пенсионер, мне в общем-то ничего не надо. Мне вообще не нравится, особенно на урок, на контрольные звонят. Ужасно, считаю, такого не должно быть. Пусть смс-ки пишут, они звонят там. Это натуральный бред, это очень мешает в жизни, я говорю. Вы против? Я против, да. Такая реклама работает, но мы не отвечаем. Или сразу же это. Когда они говорят, мы сразу кладем трубку. Нам это не надо, мы теперь на пенсии. Среди тех, кто против запрета рекламных обзвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы колл-центров и маркетологи. Роман около года назад сам работал в колл-центре, поэтому лояльно относится к таким звонкам. Ведь сам еще каких-то пару месяцев назад был на месте этих специалистов. Чаще люди реагируют нейтрально, но бывают, конечно, инциденты, когда очень негативно, бывает даже нецензурно отвечают, поэтому не очень приятно бывает. И как в такой ситуации поступали? Обычно пытались либо все свести на более нейтральный диалог, либо же просто люди сами сбрасывали и их либо закидывают в черный список, чтобы им больше не звонили, либо пытаются общаться как-то по-другому. Однако стоит отметить, что общая доля противников новых ограничений составляет всего 5% от числа опрошенных. Минцифры пока только занимаются разработкой законопроекта, который запретит такого рода рекламные звонки. Соответственно, и ответственность за нарушение запрета пока тоже обсуждается.